Так, здравствуйте, друзья! Сегодня у нас непосредственно лекция, лекция, посвященная Гегелю. Лекция, посвященная Гегелю, и это одна из, в общем-то, наверное, самых интересных лекций будет. Приятного, в общем-то, прослушивания. Лекция называется «Философская система Гегеля». Как и обычно, я не буду обращать большого внимания... Спасибо большое, Максим. Гигантское вам спасибо. Добрый вечер. Спасибо большое. Огромное спасибо. Продолжаем. Я не буду делать большого, уделять особого внимания биографии непосредственно Гегеля. Если вам нужна биография Гегеля, наверное, вам следует посмотреть лекции Баумейстера и некоторых других, в общем-то, авторов, которые уделяют большое внимание биографии для меня, куда важнее история самих идей. Не история людей, которые эти идеи создавали, а история идей. И нам есть, что разобрать в данном случае. Нам, безусловно, есть, что разобрать. Давайте начнем. 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 Приветствую, друзья, да. Георг Вильгельм Фридрих Гегель – один из величайших мыслителей Европы. Его влияние на последующую мысль колоссально. Ну, как это доказать, да? Во-первых, он оказал огромное влияние на Маркса и Энгельса, что, соответственно, можно перебросить на всю философию марксизма и всех философских течений, связанных с марксизмом. Там, экзистенциализм отчасти связан, постмодернизм отчасти связан, да? Так вот. Да, это может перебросить на всю философию марксизма в целом, от истоков до наших дней и, соответственно, на куда большее количество явлений, чем просто марксизм. Потому что марксизм формально стал основанием для многих течений непосредственно философии 20 века и 21 тоже. Так, во-вторых, он повлиял на младых гегельянцев, среди которых можно отыскать множество интересных людей от Фейербаха до Штирнера, что тоже для нас очень важно и интересно. И, соответственно, Гегель, как персонаж, оказывается в центре внимания, в центре внимания оказывается, соответственно, огромного количества мыслителей. И это, и это хорошо. Небедлогой пишет, эксенциализм связан с марксизмом через Сартра, в том числе, в том числе, да. Ну, Сартр в данном случае одна из самых ярких персон. Вот. Так, в-третьих, система Гегеля повлияла на становление религиозной мысли. Гегель – центральный персонаж философской жизни целой эпохи, а потому нам важно приблизиться к пониманию его философии. Мы коснемся двух его основных работ, которые являются фундаментально важными для понимания всей гегелевской системы. Речь идет об одной из первых книг Гегеля – это «Феноменология духа» и о «Науке логики». Самая известная, самая большая – это «Наука логики», конечно. Это важнейшие тексты Гегеля, с которыми нам предстоит поработать. Прежде всего, коснемся библиографии Гегеля. Да, вот, соответственно, «Феноменология духа». Первая книжка «Наука логики» потом идет. Потом «Энциклопедия философских наук», «Философия права». Также имеются различные сборники лекций, статьи, материалы, не знаю. Вот под грифом Гегеля вы увидите многие работы типа «Философия природы», «Философия духа», в которую входит, кстати, «Феноменология духа», «Философия истории», «Лекции по эстетике», «Философия религии», «Лекции по истории философии» и многое-многое-многое другое, соответственно. Тут очень много всего. И что здесь нам очень важно? Кто мыслит абстрактно? Например, очень известная статья, очень известный материал «Кто мыслит абстрактно». Вот эту работу читают на философских факультетах очень часто. Она довольно простая, относительно простая. Если что, я рекомендую прочитать вам вот эту вот статью «Кто мыслит абстрактно?» Она хорошая. И довольно знаменитая, довольно знаковая. Из тех идей, которые, в принципе, основал Гегель, для нас особое влияние имеют такие идеи, как, с одной стороны, это принцип становления. Не Гегель его создал, конечно, это опора на Гераклита, но он один из немногих, в общем-то, начал возрождать этот дискурс. Ну и, во-вторых, очень важная тема – это рефлексия абсолютного духа. Давайте разберемся, что же это такое все. Принцип становления. Очень важно понимать, что основное новаторство Гегеля – это его понимание исторического становления самого бытия. Георг Вильгельм Фридрих Гегель создал первый и достаточно подробный проект разворачивания рефлексии абсолютного духа. Полем этого разворачивания стала сама история человечества, а также развитие идей. История мысли – это тот источник, на который Гегель опирается постоянно. Он указывает на то, что у эволюции мысли или становления имеются определенные закономерности, которые проявляются в законах отрицания и отрицания отрицания. Поэтому Гегелю свойственна троичная структура, которая при этом периодически нарушается в его же текстах, что, собственно, не портит сам принцип. Гегель, во-первых, является сторонником тесной причинно-следственной взаимосвязи между сущим. Здесь бы я еще от себя добавил, что эта взаимосвязь имеет вполне особую форму, соответственно. Это не просто какая-то там рандомная взаимосвязь, одно следует из другого, одно следует из другого по вполне определенным закономерностям. То есть одно следует из другого крайне понятно. Соответственно, Максим пишет, философия права. Ого, почему-то не помню, чтобы нам по этому предмету хотя бы упоминали Гегеля, но у него есть работа по этой теме, как Дистрадда. Это определенная диалектическая взаимосвязь. С диалектикой мы будем разбираться немножко позже, рассматривая текст самого Гегеля. Да. Во-вторых, он видит четкие закономерности перехода от одного к другому. Четкие закономерности, это для нас очень важно. Система Гегеля уникальна, уникальна прежде всего тем, что это и философский взгляд, и история мысли в одном флаконе. Мыслители до этого не особо стремились включать в свои взгляды все вехи становления мысли. Полноценный проект, в котором это было сделано, гегелианский проект. Давайте еще попробуем прояснить эту мысль. Ну, то есть до Гегеля такая вот любовь к истории Софии, если можно так сказать, любовь, не знаю, к мудрости исторической такой, да, история Софиофилия какая-нибудь, да, она проявляется именно только у Гегеля. Если мы берем работы Аристотеля, Аристотель не пытается включить взгляды всех мыслителей в свою работу, в том плане, что он не считает эти взгляды там, я не знаю, важными для становления своего собственного. Он их перечисляет, он их рассматривает, у него есть определенная тексография, и он опровергает взгляды своих оппонентов, Аристотель, что очень важно понимать, но не показывает, как один взгляд переходит в другой. Для Гегеля вот этот момент фундаментально важен. Фундаментально важно, чтобы один момент перешел в другой, чтобы стоицизм перешел там в скептицизм какой-нибудь, условно говоря. Или произошло что-то вот такое вот неоднозначное, на что Гегель мог бы сослаться и сказать, вот смотрите, вот здесь работают законы моей диалектики, да, соответственно. Здесь, наверное, я бы еще от себя добавил, что эта самая диалектика знаменитая берет начало, ну вообще очень-очень древнее понятие диалектики, очень древнее понятие диалектики, во-первых, Сократ, Платон, потом Средние века, то есть с диалектикой как методом, в общем-то, разговорным, разговорным мы знакомы очень давно. Что такое диалектика? Диа двое, двое говорят, двое говорят, двое беседуют, условно говоря, да. Это беседа двух людей в рамках, ну вот такого вот противостояния. Один придерживается одной позиции, другой придерживается другой позиции, оба говорят и вроде бы находят какую-то истину, условно говоря. Исследуя те или иные вопросы, ну, исследуя те или иные вопросы, задают они друг другу, в том числе, вопросы, которые повергают те или иные позиции, в общем-то, в пух и прах. Чем гегелианская схема диалектики отличается от вот той, которую мы сейчас видим? Никаких двоих просто нет. Теперь вместо вот этих двоих людей, которые говорили до этого, вместо метода говорения мы получили метод разворачивания, в том числе идей, прежде всего идей скорее даже, метод разворачивания идей. И, соответственно, в этом методе разворачивания идей, ну, с ним может справиться и один гегель сам по себе, условно. Может его увидеть, может его опознать, этот метод разворачивания идей. То есть диалектика лишилась двух, с одной стороны, людей, которые разговаривают, но, с другой стороны, сохранила вот этот вот принцип концептов. То есть спорят противоположные концепции, спорят противоположные взгляды, спорят противоположные идеи, как ни странно. И это выглядит тоже довольно интересно, потому что, ну, по сути, да, Гегель убрал лишнее. Условно говоря, убрал человека, с которым можно поговорить в данном случае. Если вся диалектика до этого, по большей части, ладно, не вся, ладно, не вся. Давайте посмотрим, что за притечи у Гегеля были на этом пути, на пути становления. Это, безусловно, Гераклит. Гераклит. Который считают основателем диалектики, как ни странно, но в таком онтологическом, наверное, смысле. Сократ, Платон, так далее, так далее, так далее. Значительное влияние на Гегеля оказывает Кант, безусловно, с Кантом он постоянно спорит. Где у Канта диалектика? Давайте подумаем. Это антиномия чистого разума и вообще некоторые другие аспекты. И очень не странно, что, например, последователь Канта Фихте, ученик практически Канта Фихте, да, непосредственно тоже разрабатывает свою диалектику я-не-я. Напоминаю, там тоже имеется триада, есть я, то есть вы сами и есть не я, все остальное вокруг вас. И, в принципе, на третьем битке диалектики у Фихте у нас появляется такая вот ситуация, в рамках которой я и не я одновременно сливаются. То есть вы являетесь в том числе и не вами, собственно. У вас есть чистое я, есть не вы, но при этом на третьем этапе становления, условно, вашего я и не я, все это как бы сливается во все единое. Вы, в том числе и все поле, как бы условно вокруг вас, окружающее вас, собственно, да, в том числе. Для вас это единый такой взаимосвязанный, в общем-то, комплекс, в котором, ну, имеется четкий однозначный синтез двух противоположностей. Гегель заимствует данный метод у Фихте, но распространяет его не только на взаимоотношения между я и не я, он распространяет его на все бытие. Принцип становления вот в такой вот самой форме, где у нас есть одно, где есть его отрицание этого одного и есть некое вот объединение или отрицание-отрицание. То есть либо объединение двух первых позиций, либо отрицание-отрицание. То есть отрицание предпоследней позиции, которое произошло после уже отрицания, да. Ну, то есть я не знаю, опять же, фихтовское я-не-я, оно отлично показывает систему Гегеля, соответственно. То есть есть я, вы в чистом самом виде, еще мир вы не видели, еще никак с миром не связано, но вы есть, вы лично есть. Потом мир вокруг, как бы, это не вы. Все, что вокруг нас, не вы. Другие люди, это тоже не вы, как бы, все это не вы. Но в итоге все это сливается. И второе не я отрицается, то есть, соответственно, и в этом отрицании появляется некая слитая, в общем-то, форма. Гегель в чистом виде, в своей теории становления, работает вот в таком русле. И это довольно интересно. Вторая фундаментальнейшая идея, с которой работает Гегель, рефлексия абсолютного духа. Второй очень важный момент в философии Гегеля, который необходимо выделить, это его, собственно, содержательная составляющая. И второе колоссальное новаторство немецкого мыслителя. Если Кант, по сути, делал акцент на исследовании, собственно, человеческих способностей и направлял мышление на само мышление, что впоследствии было названо рефлексией, то Гегель совершил то же самое с высшим существом, абсолютным духом. А философия Гегеля – это философия рефлексии абсолютного духа. То, что Кант делал в теории познания, Гегель сделал в антологии метафизики. То есть, то, что мы обычно называем рефлексией, рефлексией, да, ну, обращение мышления на само себя. Этот метод крайне свойственен Канту, в общем-то. И Кант был одним из самых мощных его популяризаторов. Безусловно, Кант его не изобрел. У Кортезия тоже много того, что мы называем рефлексией. Но Кант начал им крайне активно пользоваться, и эта самая рефлексия стала одним из фундаментальных методов его философии. То есть, кантовская философия, критическая философия, она тем и отличается от других догматических философий. Ну, как бы, да, фиг ты еще писал о Канте, что есть два типа философии. Догматическое и критическое. Догматическое отличается от критической как раз вот этим наличием самой рефлексии. Способности направить мышление на мышление. И фиг ты сам считал себя критическим мыслителем, когда направлял свое мышление на мышление и пытался познавать, а что такое я, что такое не я, и что такое их, в общем-то, объединение, да, соответственно. Что нас тоже крайне интересует, вот эта вот связка немецких мыслителей, Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг бы тоже сюда мог войти, но уж про Шеллинга может быть как-нибудь в другой раз, потому что Шеллингом здесь можно работать тоже бесконечно. Шеллинг крайне уникальный, сложный мыслитель. Нас пока интересует такая вот последовательная триада, да, как, в общем-то, произошло вот эта вот позиция. Кант, Фихте, Гегель. Кант, Фихте, Гегель. Кант гоносеолог, скорее. То есть работа Канта, критика чистого разума, работа носит характер теории познания. То есть он занимается тем, какие способности познания мы имеем и на что мы вообще можем в познании рассчитывать. Один из главных вопрос Канта, на что мы смеем вообще рассчитывать, да, в теории познания. И поэтому для Канта и для всей последующей метафизики, как казалось Канту, очень важно вот эти вот все его измышления. Прямо фундаментально важно. Фундаментально важно понять, как мы мыслим. Фундаментально важно понять, какие структуры сознания у нас имеются. Фундаментально важно, в принципе... Ну, проблема заключается в том, Тимоти, что Кант не прорабатывал рефлексию в метафизике, в отличие от... То есть, опять же, мы можем здесь разделить метафизику как в общем метафизику, а с другой стороны метафизику как дисциплину. О чем-то высоком, чем-то не физическом, сверхфизическом, да, соответственно. То есть, Кант даже слово метафизика использует не в том смысле, в каком я сейчас говорю. Гегель направляет рефлексию на сам абсолютный дух. Кант этого не делает. То есть, если вы вот это вот хотите сказать, что Кант так делает, вы тогда, ну, не знаю, предоставляете, в общем, данные. Соответственно, цитаты предоставляете. То, что вот метафизик должен иметь рефлексию, ну, это по Кант туда, но это теория познания на самом деле. Ну, то есть, это чисто в виде просто теории познания, которая просто применяется к метафизике. Так вот. Что фундаментального, что очень интересного, что очень там потрясающего сделал в данном случае Гегель. Он заставил не самого человека мыслить о своем мышлении, он заставил абсолютный дух мыслить о самом себе. Ну, как заставил? Он создал теорию, в которой вот этот процесс является, собственно, возможным. И не просто возможным. Он обязателен, во-первых, и он является своеобразным проводником этого самого становления, о котором мы говорили ранее. То есть, становление и рефлексия абсолютного духа одно и то же. Ну, условно говоря, они связаны друг с другом. Именно ввиду того, что абсолютный дух рефлексирует, именно ввиду того, что абсолютный дух направляет свои собственные ресурсы на самопознание, и мы, люди, при этом являемся средствами этого самопознания, понимаете? Мы, люди, мы средства самопознания абсолютного духа. То есть, абсолютный дух познает себя с нашей помощью. Вся история философии оказывается попыткой абсолютного духа осмыслить себя, предложить себе какие-то трактовки. И гегелевская философия в данном случае... Нет, это дух не воображение. Нет. Так вот, и этот дух в данном случае, да, он в итоге проходит через определенные стадии, благодаря нам и с нашей помощью, и с помощью нас, и так далее, так далее, так далее. Так. Вот. Соответственно, соответственно, соответственно. В этом смысле, в этом смысле, гегель, безусловно, делает большой скачок вперед. В этом смысле, ну как вперед, он выдвигает, как минимум, очень интересную концепцию. Другой вопрос, как он ее доказывает. И доказательства этой концепции для многих являются неясными и неубедительными, соответственно, да. Давайте перейдем, в общем-то, на тексты гегеля. И в текстах гегеля первый текст, который нас больше всего интересует, это феноменология духа. Философия гегеля – это философия исторического становления, которая разворачивается через все исторические эпохи. Работа «Феноменология духа» представляет собой текст об опыте сознания и в его развитии от простого сознания к самосознанию и к абсолютному субъекту, соответственно. Вот текст. Пока не обращаем ни на что внимания. Вот он, вот он. Это не просто переписанное содержание, это содержание с внутренними элементами, со всеми. Где одно переходит в другое. Сейчас идет импровизационная часть лекции. По Хайдеггеру, если закажете, будет лекция, если не закажете, не будет. Вот. Импровизационная часть лекции. Потому что вот это я сам уже не проговаривал. Сейчас мы будем вместе с вами думать, сейчас мы будем вместе с вами рефлексировать на тему, вот что здесь происходит. Смотрите, верхняя плашка, абсолютный субъект, абсолютный субъект. Отрицанием абсолютного субъекта. Так, что у нас? Нет, нет, абсолютный субъект – это сознание. Вот первая плашка – это сознание. Это верхняя плашка, верхняя иерархия. Верхняя иерархическая, в общем-то, верхний иерархический элемент. Сознание. Есть самосознание, как отрицание сознания, соответственно. Есть отрицание, отрицание это абсолютный субъект, соответственно. То есть, видите, такие две большие плашки, две большие плашки у нас имеются. Есть внутренние плашки у этих плашек. Например, в сознании есть чувственная достоверность или это и мнение. То есть, он дальше разбирается внутри вот этого параграфа предмет этой достоверности, субъект чувственной достоверности, опыт чувственной достоверности. От опыта чувственной достоверности мы переходим к понятию восприятия или вещь и иллюзия. И рассматриваем просто понятие вещи. Видите, от опыта чувственной достоверности мы четко переходим к этому просто понятию вещи. То есть здесь даже не отрицание, 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 это просто вот здесь четкий переход. Вот эта вот схема, вот эта вот штука, это абсолютно четкий переход от одного к другому. Вот оно, все, мы вот это вот зацепили, да? И дальше идет противоречие. Противоречивое восприятие вещи. Есть просто понятие вещи, а есть потом следующий шаг. Противоречивое восприятие речи. Потом движение к безусловной всеобщности и царству рассудка. И тут у нас начинается тема, которая связана с рассудком, то есть сила и игра сил. Потом есть противоречие. Сила и игра силы снаружи, а есть нечто внутреннее, мы обращаемся внутрь. А внутри у нас появляется сверхчувственный мир. Этот сверхчувственный мир проходит несколько ступеней, то есть внутреннее явление рассудок сначала, потом сверхчувственное как явление, а потом закон как истинное явление. Закон как истинное явление в свою очередь, в свою очередь, переходит в закон как различие и одномерность. То есть смотрите, вот это на самом деле по большей части это что-то вроде одного пункта. То есть они очень тесно связаны. И слова, видите, кодовые, одинаковые. Закон и закон, закон и закон. И идет определение закона. Первая как бы логическая цепочка здесь во внутреннем кольце это определенные законы и общий закон соответственно. Такс. Как видите, вот это вот все на самом деле об одном. Но внутри закона как различие и одномерности происходят определенные события. То есть определенные законы и общий закон так или иначе отрицаются законом и силой. И потом он приходит к объяснению. И получает закон чистого различия, то есть мирный изнанк. Мирный изнанк, кстати, довольно интересная концепция Гегеля. Вообще, давайте сейчас немножко пройдемся по тому, что мы сейчас вот прошли. Мы пока бежим галопом по Европам. По той причине, что на самом деле одна из основных целей данной лекции, одна из основных целей данной лекции это не прочтение Гегеля и не то чтобы даже объяснение его философии. Мы уже объяснили его философию в кратком виде. Это попытка научиться Гегеля читать. Это попытка научиться нам вместе читать Гегеля. Потому что когда вы возьмете феноменологию духа, когда вы возьмете феноменологию духа, вы охереете. Вы уже видите, что вот это вот все я прочитал. Для многих может показаться, что это полный бред. Многие не увидят, что вот это отрицает, вот это отрицают друг друга, потом переходит вот в это все, своеобразный такой синтез. И соответственно, вот это вот все оказывается чем-то вот единым. Опыт чувственной достоверности переходит в понятие просто вещи, но довольно просто. Это прям даже об одном речь идет, просто немножко с разных сторон. Гегель так условно говоря рассматривает разные грани одного и того же предмета. И если вы возьмете и правильно разграничите тексты Гегеля на определенные пункты, на триады, триады внутри триад, триады внутри отдельных каких-то пунктов, вот таким вот образом, да, видите четкую иерархию. Это верхняя иерархия, эта иерархия чуть-чуть пониже, эта иерархия еще чуть-чуть пониже. Мы снова возвращаемся к верхней иерархии. То есть первое вот это вот, вот это вот является отрицанием вот этого, да, вот этого повыше. И третье отрицание вот этого уже, соответственно. И мы видим, и мы видим в иерархии еще внутри иерархии, еще тут такая иерархия, видите, беленькая, внутри беленькая иерархия, синенькая небольшая иерархия. Вот. И вот в этой синенькой иерархии наблюдается переход, переход от синенькой иерархии к непосредственно вот этой синенькой иерархии. Ну или вот к этой тоже, в том числе к этой. То есть переход, он здесь очевиден как бы. Если вы четко пропишите всю философию Гегеля, если вы будете читать, например, «Феноменологию духа», вы берете «Феноменологию духа», допустим, текст невероятно тяжелый, невероятно неоднозначный. Слабость Гегеля, на мой взгляд, заключается в его колоссальной лаконичности. Это, конечно, вы понимаете, многие скажут, какая лаконичность? Здесь же написано, смотрите, сколько здесь страниц-то, давайте посмотрим. 700 страниц, это маленьким шрифтом 700 страниц, какая лаконичность скажут мне, а я отвечу, друзья. На самом деле мы открываем любой рандомный момент там философии Гегеля, любой рандомный, вот сейчас вот, ну тут любой пункт. И вот первая глава, видимость, видимость, смотрите, видимость, вы правда ничего не видите, вот, вот, вот про нее сколько написано, видимость. Потом, существенная и несущественная, буквально страница, буквально страница, понимаете, в чем дело? Буквально одна страница. Гегель, у него колоссальная громадная система, и вы эту систему можете, по большей части этой системы, увидеть уже в оглавлении, например. Я вам вообще рекомендую начинать изучение Гегеля с оглавления, просто потому, что так будет удобнее. Допустим, вы смотрите, и кое-что вы понимаете, да, из тех слов, которые вы видите. Например, вы понимаете, что вот есть, что такое чувственность, чувственная достоверность. Понимаете, что такое восприятие. Понимаете, наверное, что такое восприятие? Наверное, понимаете. Потом понимаете, что такое силы, например, какие-нибудь, ну, соответственно, силы окружающие нас, космос какой-нибудь. Так, Брабров с ума сошел из-за этого, так что вы поаккуратней там с Гегелем-то. Не, Гегель он крутой, я давно его читал. С Гегелем действительно нужно быть поаккуратнее, ввиду его как раз лаконичности. То есть, смотрите, вот у Гегеля по поводу вот того, почему эта штука находится здесь, будет там буквально несколько абзацев. И это проблема. Потому что книги Гегеля, они не являются ни в коем случае доказательными. Сейвер пишет, можете порекомендовать какой-то конкретный перевод или это не столь важно. Ну, это, наверное, важно. И в данном случае я, например, ориентируюсь на перевод Шпетта. Довольно старый перевод, старый перевод Шпетта, феноменология духа, перевод Шпетта. Шпетт, в том числе, известный русский философ, соответственно, и переводчик философских текстов. То есть, на Шпетта здесь можно как бы опираться. И вот это вот издание, которое я держу в руках, оно является одним из самых, в общем-то, примечательных от Академии наук, оно хорошее. И критику чистого разума, кого я вам предлагаю, издание подготовил, перевод, перевод, перевод. Переводы я, кстати, не вижу, кто перевел. К сожалению, вот перевод я не могу сейчас сказать, кого я рекомендую. Ну, блин, наука-то логики, она куда важнее в данном случае, как ни странно. Ну, я знаю многих этих людей. Издание подготовил Масленников, редакционная коллегия Каменев, Перов, Сергеев, Солинин, Солонин, кстати, всех знаю, как ни странно. Да, я знаю, Зак, что Жмиль мою игру оценивает, надеюсь, ему понравится. Тем временем у нас лекционная часть, и мы должны ее выдержать. Соответственно, нам еще полчаса осталось беседовать про Гегеля. И поэтому давайте обратим внимание все-таки на содержательный аспект. Почему Гегель лаконичен, да? Потому что его тексты, по большей части, это не философский доказательный трактат. Трактат, это не философский доказательный трактат, это скорее, ну, сборник, это учебник, это учебник. Это учебник, в котором выложена вся система. Например, феноменологи духа. Мы видим пункты, под пунктами небольшие какие-то пометки остаются, пометки буквально в несколько страниц. Гегель не собирается доказывать, что оно там так или не так, он просто показывает, он пытается показать. Иногда не самым лучшим образом, потому что Гегель нередко переключается в сложный философский язык, который может вас отпугнуть. Но чтобы понять этот философский язык, конкретно язык Гегеля при том, нужно погружаться в философию Гегеля довольно последовательно. Через вот такие вот, не знаю, построения, таблицы, где одно переходит в другое, увидеть, как это все происходит, что с чем связано. И прояснять разные аспекты философии Гегеля из этого самого контекста. То есть, вот видите вот такую схему, вы по этой схеме можете уже на самом деле читать феноменологию духа. Брать феноменологию духа и читать ее. Там, кстати, пишут, чувак с канала Of Philosophy сказал, что к переводу Шпета надо относиться к осторожно, потому что Шпет был себе на уме, со своей философской системой, поэтому мог исказить Гегеля. Ну, я не знаю, но Академия Ран так не считает. По крайней мере, Академия Ран так не считает. Вот так вот. И, соответственно, да, постепенно из сил и игры, игры сил и внутреннего мы переходим в бесконечность. В бесконечность. И бесконечность, соответственно, получается, переходит в самосознание. И самосознание у нас... Тимоти Тибериус пишет. Да, пожалуй, основная линия критики Гегеля в современности это то, что он специально мутно пишет, чтобы нифига понятно не было. Да, это, на самом деле, большая проблема, потому что Гегель, он не дописывает, на самом деле. Гегель – таинственный философ. Это философ-загадка, на самом деле. Это человек, у которого, на самом деле, не дописано очень многое. Но при этом он составил колоссальнейшую философскую систему, которую разбирают уже на протяжении многих веков. И там есть что разбирать, и там есть что полезного, и там есть гениальные идеи, соответственно. С которыми довольно трудно спорить с тем, что они гениальны, с тем, что они интересны, и с тем, что они впервые проявляются в философии. Вот, соответственно. Это, конечно, нас все равно наталкивает на то, что Гегеля изучать приходится, и рано или поздно, если вы интересуетесь философией, вам придется с ним столкнуться. Сейчас моя цель – подготовить вас к этому столкновению. Ну, то есть, судя по всему, Гегель даже и не планировал того, что его система будет внутренне доказательной. То есть, сам метод диалектики, видимо, и являлся доказательством. Гегель показывал, что диалектика работает. Гегель приводил исторические примеры, Гегель приводил к своей диалектике всякие непосредственно исторические события, и вроде бы все сходится, как бы. Да, это и являлось доказательством самой диалектики. Немногим покажется, что это действительно так, соответственно. Тем, кто особенно на логику опирается, а логика оказывается аисторичной. Если диалектика сугубо историческое событие, и ее следует критиковать и рассматривать сугубо в рамках истории, то логика нас, ну, логика Аристотеля, и потом любая другая логика, которая с ней связана, любая формальная логика, да, она аисторична, скорее, она внеисторична. Ей история совершенно неинтересна, она вне контекста истории находится. Гегелянская система, она внутриисторическая. Кстати, еще одно достижение Гегеля, о котором мы упоминали тоже ранее, и очень важно понимать, что Гегель это не просто метафизик, там, философ, там, не знаю, он еще и историк, прежде всего, историк философии, историк мысли. Его система это в том числе пересказ непосредственно самой истории философии, в самых ее таинственных проявлениях, потому что мы за словами Гегеля без особых проблем можем наблюдать эту самую, ну, вот, в общем-то, таинственную историю, таинственную историю мысли, которая, по мнению Гегеля, действительно происходила. Хотя точных... Хотя точных, в общем, ответа точно на вопрос мы найти не сможем, потому что, ну, например, когда зародилось самосознание, и кто конкретно его зародил, сказать довольно трудно. Еще труднее сказать, когда чувства зародились, чувственность, то есть способность что-то чувствовать, и тем более, когда зародилось восприятие. Гегель в этом смысле, как бы, вот, как раз мы этот текст и рассматриваем, феноменологию духа, да, и в контексте сознания мы начинаем понимать, что вот здесь Гегель, как бы, он придумывает вроде бы. Он, наверное, не видел, не знает, когда чувственная достоверность появилась, но он ее как-то воспроизводит, он с ней работает при этом, да. Если самосознанием все еще более понятно, это не самое раннее, в общем-то, произведение создания, то есть это не древность даже, наверное. Хотя, наверное, Сократа пошел, как какие-то попытки вернуться к себе, да, найти себя, опознать себя, многое такое уже у Сократа имеется. Так вот, из бесконечности, которая была в сознании, мы переходим к самосознанию. И первым, что нам бросается в глаза, это истина достоверности себя самого. Когиту эрго сум. Я мысль, следовательно, существую. Вот этот принцип истины достоверности себя самого, выдвинет Декартам, наверное, ярче всего во всей философии. Когиту эрго сум здесь имеет, конечно же, определенное место. Потом мы по иерархии спускаемся в жизнь. Самосознание в себе, жизнь, я и вожделение. Такие вот пункты идут, да. Потом следующая логическая цепочка идет, да. Самостоятельность и несамостоятельность, самосознание, господство и рабство. Удвоение самосознания, спор противоположных самосознаний и господин и раб. Господин и раб разделяются на господство, собственно, господин страх, собственно, раб. синтез синтез и того и другого потом процесс этот образование на совмещение господина и раба до соответственно мы переходим к другой проблеме и это проблема свободы самосознания и мы тут сталкиваемся с такими учениями как стоицизм скептицизм и в конце все это приводит нас к несчастному сознанию стоицизм и нечто совмещающие в себе и господина и раба вы наверно кстати можем попробовать отыскать в них некое единство потому что стоицизм как философия это в принципе философия человека смирившегося с необходимостью с одной стороны но и ввиду этой самой с этого самого смирения ставшего хозяином условно говоря своей жизни он сам хочет идти со своей судьбой напоминаю высказывание непосредственно действительно это какое удивительное совпадь несовпадение это не совпадение но трактовка какая ведь интересная что господство и страх соответственно в общем то сливаются и создают условно говоря такого своеобразного стойка но после стоицизм отрицается скептицизм и в итоге отрицание скептицизма от отрицание скептицизма который отрицал уже стоицизм приводит нас к несчастному сознанию что приводит нас переменчивому сознанию форму неизменного соединения действительного и самосознание мы следуем еще глубже еще глубже чистое сознание настроение благоговения единая сущность и действительность деяния благочестивого сознания и в итоге самосознание движется на пути к разуму и мы постепенно переходим к разуму так как тому разуму и речь пойдет дальше об абсолютном субъекте то есть видите самосознание на пути к разуму и первая же тема которая нас затронет дальше это наблюдающий разум то есть мышление движется сначала было сознание потом появилось самосознание а потом появился разум схема образования тех или иных структур видите как движется вот постепенно и как одно связано с другим то есть мы взяли развертку всего вот этого вот замечательного добра и на самом внутреннем уровне мы обнаружили вот этот мостик который перекидывает нас на становление наблюдающего разума и у нас появляется наблюдающий разум вот соответственно видите наблюдающий разум дальше и первая ступень наблюдающего разума это наблюдение за природой но ведь все-таки наблюдение за природой и чем-то должно отрицаться это отрицание наблюдения самосознания в его чистоте его отношение к внешней действительности логические психические законы и это это противоположности то есть это определенные вещи противоположные друг другу то есть у нас с одной стороны наблюдение природы и с другой стороны наблюдение самого себя разное и потом начинается третий этап наблюдение самосознания в его отношении к своей непосредственной действительности то есть физиогномика и френология то есть смотрите Я бы даже, наверное, здесь еще и физиологию использовал. Физиогномика и френология. О чем это науки? Науки о том, как по форме черепа, то есть френология по форме черепа, по внутренним каким-то там и по внешним факторам этого черепа можно определить, какими качествами человек обладал. Кстати, это все псевдонауки, но это хорошо вписывалось в систему Гегеля. А физиогномика, вот по лицу, по вашему лицу, вот ваше материальное физическое лицо, мы можем определить ваши внутренние качества, условно говоря, говорили сторонники физиогномики. И действительно, и действительно, то есть мы можем наблюдать внутреннее с помощью внешнего. Условно говоря, здесь такая схема, да? Первое, наблюдающий разум, что делает? Он наблюдает природу, внешний мир. Второе, что делает наблюдающий разум? Наблюдает самого себя, самосознание наблюдает. Наблюдает психологические и логические законы. Дальше физиогномика, соответственно, это слияние, это определенный синтез двух предыдущих позиций, то есть мы наблюдаем самосознание через внешнее. Ну и дальше, отрицая наблюдающий разум, мы переходим в притворение разумного самосознания в действительности им самим. Вот эта вот штука переходит в удовольствие и необходимость, закон сердца и безумие, самомнение. Потом это все переходит в добродетель и общий ход вещей. Индивидуальность, которая видит себя реальной в себе самой или для себя самой. Так вот, да, духовное царство, обмана и сама судела, разум предписывающий законы, разум открывающий законы. Вот, тут все понятно. Потом достоверность и истина разума, они переходят в дух как таковой. Дух связан прежде всего с нравственностью и образованностью. То есть, смотрите, у нас истинный дух это как нравственность, очужденный от себя дух как образованность отдельно от нравственности понимается. И дух, обладающий достоверностью себя самого, это превращается в моральность. Моральность, получается, здесь понимается как некая, с одной стороны, синтез нравственности и образованности при их отрицании. Да, таком некотором. То есть, вроде бы сохраняются черты нравственности и образованности, но убираются некоторые, в общем-то, элементы. Разбирать это глубже, наверное, не имеет смысла. Вы сами можете непосредственно взять и прочитать книжку «Феноменологию духа». Фиксируя вот эту структуру, фиксируя вот такую структуру, она, кстати, в книжке в хорошем переводе должна быть тоже зафиксирована, она должна быть проявлена. То есть, если вы видите перевод, в котором все хорошо буковками обозначено правильно, за милую душу читайте, чертите такие таблицы и пытайтесь понимать Гегеля уже более систематически, чем до этого. Просто читать его с наката, конечно, нельзя. Гегеля нужно именно тонко просматривать и высматривать. И, как видите, на первом этапе мы достоверность истины разума, потом дух, потом религия появляется. Религия, естественная религия, художественная религия, как отрицание естественной религии, да? Абстрактное произведение искусства, живое произведение искусства, духовное произведение искусства, потом религия откровения. То есть, отрицая художественную религию, помимо даже естественной религии, мы приходим к религии откровения. И, соответственно, религия откровения раскрывается в такой триаде. Предпосылки для понятия религии откровения, простое содержание абсолютной религии, действительность вовлечения Бога и потом развитие понятия абсолютной религии. И таким образом мы приходим к финальной главе, которая называется «Абсолютное знание». И в этом абсолютном знании простое содержание самости, знающей себя как бытие, постепенно переходит в науку как постигание самостью себя в понятии. Кстати, вот относительно понятия. Нравство так пишет. «Правда, что Гегель отделял нравственность от морали? Мораль у людей, нравственность у народов». Вполне возможно. Ну, то есть, судя по тому, что написано, да, скорее да. Ну, то есть, там явно он употребляет слово «нравственность» и «мораль» в разных смыслах. Я еще подчеркну, что я не специалист. Я не специалист по Гегелю непосредственно. Я просто человек, который несколько раз читал его произведения, и они мне очень нравятся, на самом деле. Но я в них не то чтобы очень сильно разбираюсь. Я пытаюсь сейчас вам всем помочь вместе собраться и разобраться, так условно говоря. Можно ли понять Гегеля и потом не голосовать за КПРФ? Да, можно, конечно. Так вот, простое содержание самости переходит в науку как постигание самостью себя в понятии, да, то есть, сформируется понятие. А понятие, кстати, будет говориться уже в науке логики, что тоже очень важно, да. И потом, после этого, есть определенное отрицание двух предыдущих там пунктов, достигшие понятия дух в его возвращении к наличной непосредственности. И достигнув наличной непосредственности, мы достигаем абсолютного знания. Это, условно говоря, вот это вот, краткий, кратчайший пересказ феноменологии духа. Это и есть, собственно, вся система в кратком ее изложении. Вот она. Вы можете в любой момент посмотреть содержание лекции. Я даже оставлю лекцию непосредственно у себя в храме осьминога бесконечности, сейчас закину ее. Ну, потому что с этим разбираться без материалов наглядных потом будет довольно трудно. А наглядные материалы, они есть. Обязательно приходите, обязательно используйте наглядные материалы, потому что без наглядных материалов разбираться значительно труднее. Я потратил время, чтобы с ними работать, чтобы с ними было удобнее работать вам, друзья, соответственно. Чтобы вы, когда будете читать Гегеля, не делали ту же самую работу, что и делал я, соответственно. Вот. В общем-то, я сократил немножко вашу работу, если вы будете читать. С чего начать, если не понимаешь, но понять хочешь или смириться? Ну, вот, смотрите. Смотрите, Людмила, я вам сейчас пытаюсь помочь. Если вы не понимаете то, что я говорю, если вы начнете лекцию с самого начала, если вы начнете лекцию с самого начала, послушаете те объяснения, которые я сказал, и их не поймете, тогда попробуйте с более простых вообще учебников, которые вообще не посвящены конкретно одному Гегелю. Там просто все философы в одну кучу свалены, и начинайте с простого. Потом с более тяжелого, еще более тяжелого, и уже потом вы, может, поймете мои лекции, а потом, может быть, и начнете когда-нибудь понимать профессора Попова, который в этой теме, конечно, разбирается лучше меня. Ну, вообще, есть гегельянцы, марксисты, профессор, вы там, не профессор, а доцент вроде бы, я не помню. Но он вроде кандидат философских наук. Муравьев, в общем, я вот уже... Ну, вот, он известный гегельянец в Питере, если что. То есть, здесь материалы уже более специальные, и, конечно, мои лекции, в данном случае, это не материалы для гегельянцев, не материалы для марксистов, которые занимаются этой темой всю жизнь, да? Сейчас мы пытаемся разобраться. И следующее, что нас интересует, это самый большой текст Гегеля — наука логики. Один из самых мощных текстов Гегеля, один из самых важных текстов Гегеля. Вот. Так вот, наука логики — наиболее фундаментальная работа Георгия Вильгельма Фридриха Гегеля, представляющая собой фундаментальнейший труд, серьезнейший труд, который в сущности своей пытается уместить в себе все процессы становления абсолютного духа. От самых простых и первых до самых сложных, то есть современных. Собственно, наука логики повествует о рефлексии абсолютного духа и понимании им самого себя. Давайте разберем некоторые аспекты этой книги, используя уже привычный для нас метод таблиц. Вот. Разобрал я только буквально первую главу. К сожалению, у меня времени больше не хватило, и я понял, что непосредственно мне придется обойтись без... Ну, понимаете, на часовую лекцию я бы не смог сделать всю развертку. Мы посмотрели книжку «Феноменологию духа», чем она начинается, чем она кончается, и какая у нее внутренняя связка. Вот «Феноменология духа». Замечательная книга, рекомендую. Наука логики в три раза больше, короче. Она в три раза больше, в три раза мощнее, в три раза сильнее. И поэтому, и именно поэтому, и именно поэтому, я немножко, в общем-то, отошел в сторону от науки логики. Ее вам тоже, может быть, предстоит прочитать, но метод прощения абсолютно такой же. Давайте немного разберем, что тут есть. У нас есть бытие, бытие переходит в ничто, ничто отрицает бытие, и в итоге появляется то самое становление, которое является одним из важнейших элементов философии Гегеля. Что есть это самое становление? Во-первых, это единство бытия и ничто. Единство бытия и ничто. И в этом единстве бытия и ничто, и проявляется движение и становление, именно в нем оно и становится. Громе того, помимо тотальных единства бытия, огромного и огромного-огромного ничто, есть еще и моменты становления. Но также становление может быть снято, то есть оно может быть снято. И это снятие переводит нас в наличное бытие. И мы здесь разбираем наличное бытие вообще и качество, нечто. Следующая глава, которая нас интересует и отрицает наличное бытие, это конечность. То есть если у нас здесь скорее похоже на нечто неограниченное наличное бытие, то дальше мы переходим в конечность и потом в бесконечность. И потом приходим к такой позиции, как позиции для себя бытия. Для себя бытия. Это все очень важная часть философии Гегеля, которая работает с понятием качества. То есть либо определенность, либо качество. Следующая важная веха в развитии вот этого всего, это величина, то есть количество. И количество здесь отрицает качество. И Гегель работает с разными математическими единицами, типа чистое количество, ограничение количества, число, экстенсивно-интенсивно определенное количество, прямое отношение, обратное отношение, степенное отношение. Со всем этим вы можете ознакомиться опять же в философии Гегеля. То есть опять же все вот эти взаимоотношения, они нам будут нужны, они вам будут нужны. Когда вы сможете все это составить в правильную систему и понять точное очередование. И потом, неким синтезом между качеством и количеством является мера. Мера, да? Мера. Специфически определенное количество, реальная мера и становление сущностью. Да, соответственно. Соответственно. Как мы видим. Как мы видим. А вы знаете, как называется следующая голова, которую разбирает Гегель? То есть не следующая голова, это следующий раздел вообще. Мы здесь, вот это первый раздел, это первая как бы книжка. Знаете, как следующее называется? Учение о сущности. То есть смотрите, через все вот это вот, через все вот это вот, через вот весь вот этот вот набор различных категорий, мы приходим к становлению сущности. И следующая голова посвящена сущности. Неудивительно, да? Гегель в этом плане оказывается немного даже предсказуем. Мы берем просто его книжку, мы берем его книжку, мы смотрим первый раздел, первая книга, это книга «Учение о бытии», потом мы смотрим вторую книгу, она называется «Учение о сущности», и до этого буквально в предыдущей главе мы встречаемся с такой подглавой, такой маленькой становлением сущности. Гегель в этом смысле нас совершенно не удивляет. Так вот, здесь я уже навыделял немножко из Википедии, если вдруг нам придется что-то разбирать, соответственно, но я думаю, все здесь довольно понятно. Бытие в данном случае понимается как некое более точное чистое бытие, но вы помните, да, бытие, ничто, там вот эта хуйня, два шага, там вот все такое, что было у Попова, вот они, вот они, бытие, ничто, становление. Соответственно, эти принципы можно разбирать довольно много. Под бытием понимается нечто наиболее чистое и ничто, это и есть тоже чистое ничто, самое чистое. Есть простое равенство с самим собой, совершенная пустота, отсутствие определения и содержания, неразвлеченность в самом себе. А становление, становление, это одно и то, это бытие и ничто, есть одно и то же, но при этом полностью противоположное друг другу. Это противоречие разрешается с помощью их непосредственного исчезания друг в друге. Генетический рюкз пишет, кстати, Попов хорошо Гегеля понимает и рассказывает, но вообще трудно сказать, кто насколько хорошо понимает Гегеля, ввиду того, что я не могу сказать, насколько я хорошо его понимаю. Во-вторых, Попов нормально пересказывает Гегеля. То есть пересказ Гегеля от Попова действительно он норм. С другой стороны, его трудно слушать, с другой стороны, его непонятно слушать, с другой стороны, он как будто бы сам Гегель выходит и вещает вам о вот этих вот вещах, бытие, ничто, становление, смотрите, иное же написано. Вот это вот он все говорит и это очень трудно воспринимать, практически так же, как и самого Гегеля, на мой взгляд, Попов, если и понимает, а Снайера понимает все-таки, но как минимум лучше меня понимает, это уж точно. Но слушать его невероятно трудно. Соответственно, слушать его невероятно трудно. И, кстати, да, довольно трудно будет отличить у него еще Диамат от Гегеля непосредственно. То есть здесь, в общем-то, есть некоторые опасности, что он немножко искажает учения, но с другой стороны, понимаете, я даже с Диаматчиками спорить бы не стал. На тему Гегеля, они разбираются в этом лучше, они Гегеля читали лучше, и Диаматчикам как бы мы здесь перед ними снимаем шляпу немного все-таки. Просто ввиду того, что мне, например, тема Гегеля настолько глубоко неинтересна, как им. Ну и вот, соответственно, как у нас происходит чтение Гегеля, да? Мы берем, смотрим всю схему. Схема обычно описана в углавлении книжки, да? На самом деле лучше не просто взять схему, еще и прописать ее полностью на каком-то отдельном листке, еще пролистать книжку предварительно, предварительно пролистать книжку, выписать все внутренние категории, которые не, в общем-то, не выписаны в углавлении, потому что в углавлении далеко не все прописали. И понять, собственно, структуру. Как только вы поняли и прописали вот таким вот образом структуру, можно немножко другими какими-то методами это делать, да? Можно, да можно как угодно, стрелочками там все показывать, или не стрелочками, я цветами и иерархией показал, вот такой, да? Неважно. Главное, чтобы вы поняли сам процесс. После того, как вы поняли сам процесс, когда вы понимаете, что вот эта плашка переходит вот в эту плашку, а вот эта плашка переходит вот в эту плашку, внутри этой плашки имеются такие моменты, и эти моменты приводят нас к наличному бытию, в наличном бытии имеются такие моменты, они приводят нас к конечности, в конечности имеются такие моменты, а внутри, внутри последнего момента, собственно, еще такие моменты, и это приходит нас, переход от конечного в бесконечное, и мы оказываемся в бесконечном, вот видите, опять же, пример абсолютно такой же, как в прошлой книге, да, абсолютно такой же пример один в один, никакого различия, собственно, нет. И, соответственно, мы сталкиваемся с переходом от одного в другое, от одного в другое Одно, одно в самом себе, видите, одно, вот здесь одно, и вот здесь переход в одно в самом себе Многие одни, и тут исключение одного, оказывается Многие одни, ведь это же по сути, во многом синонимичное исключение у одного Вопрос, как мы к нему перейдем, как мы эту грань истрактуем таким образом, чтобы найти вот это вот в нем И поехали дальше рассматривать одно за другим, одно за другим, одно за другим, уже читая Гегеля и его собственные комментарии. И в этих комментариях, может быть, не все будет понятно, и там вы найдете какие-то непоследовательности, какие-то непостоянные моменты, найдете какие-то вещи, которые могут вас действительно в ступор поставить. Вы просто читаете, и вы не понимаете, о чем речь. Но находясь в контексте вот такой вот системы, которую вы выпишете, вы хотя бы не потеряетесь. У вас будет карта Гегеля, условно говоря. Составьте такую карту Гегеля, с помощью которой вы можете идти по его книжкам и не теряться. Это очень хорошо, это будет очень хорошо, это будет очень полезно. Как минимум, даже если вы чего-то не поймете, вы сможете продвинуться дальше и, может быть, в контексте последующих каких-то высказываний понять, о чем шла речь раньше, потому что все эти высказывания, они тесно связаны друг с другом. Например, все здесь, оно так или иначе тесно переплетается и отсылает к друг другу внутри вот этих вот тем, соответственно. И вот, и вот, и вот, и вот, мы прошли условно, так скажем, учение о бытии. Учение о бытии, там прошли через все вот эти вот вещи, очень важно, очень много терминов, очень много сложных терминов. И переходим к учению о сущности. И что же мы видим? Гегель связывает категорию бытия и сущности. Сущность находится между бытием и понятием и составляет их середину, условно, говорит Гегель. Видите, опять же, сущность находится между бытием и понятием. Первая книга о бытии, последняя книга о понятии, а между ними и составляет их середину, собственно, учение о сущности. Совпадение? Не думаю, нет, это все система Гегеля, да? Сущность есть существенное наличное бытие, о котором мы, кстати, говорили еще выше, да? В противоположность несущественному. Сущность, в себе и для себя снятое бытие, то, что ей противостоит, есть сначала только видимость, бытие, лишенное сущности. Отсюда категориальные ступени сферы сущности. Видимость, определенные сущности или рефлексивные определения и основание, да, соответственно. Вот. И здесь, кстати, начинают разбираться категории рефлексии. Не менее интересно для нас третий раздел учения... Третий раздел учения о сущности? Нет. Не менее интересен для нас уже вот этот раздел учения о понятии. То есть у нас три раздела. Бытие, сущность, понятие, да? И вот, вот он. Три главных раздела этого учения. Субъективность, объективность и идея. В логике понятий Гегель как будто бы придерживается категориальной последовательности, характерной для формальной логики. От понятия в более частном смысле, разделяемого на всеобщие, частные, единичные, он переходит к суждениям. Представляете себе? Он даже там пытается это сделать, да? Затем к умозаключениям. Но все это скорее внешняя канва, диалектика, логическая работа, основывающаяся на антологизации понятий и форм мысли. Основной смысл учения о понятии состоит в следующем. Если формальную логику интересует лишь форма суждения и вовсе не интересует действительно ли S есть P, то содержательная диалектическая логика проверяет на истинность это есть. Ни понятия, ни суждения не находятся только в нашей голове и не образуются лишь нами. Кстати, заметьте. Ведь все-таки Гегель, он как бы претендует на решение вот этой самой логической проблемы, когда мы не можем проверить, есть ли вообще P, есть ли S, как они с друг с другом соотносятся, есть ли это соотношение вообще в принципе. Ведь потому что в наших словах любое S может быть абсолютно любым P и нам как бы ну наплевать. Гегель пытается здесь войти в противоположность и предоставить метод разрешения, разрешения в своей философии вот этой вот логической познавательной проблемы, да, соответственно. И поэтому опять же перед Гегелем мы снимаем шляпу, мы очень как бы, ну не то чтобы верим в его результаты, но в его попытку не засчитывать вообще никаким образом, ну не стоит. Это очень основательная попытка, это очень серьезная попытка, это очень, очень фундаментальная попытка. И мы с Гегелем, ну более-менее, ну Гегель интересен. Гегель интересен. Лекция в верхней части, наверное, была слишком спонтанная, но цель этой лекции научить нас читать Гегеля. Я надеюсь, что просмотрев эту лекцию, всякий из вас сможет взять книжку Гегеля «Финаллогию духа» или «Науку логики» и уже с большим пониманием отнестись к ее содержанию, к их содержанию, да, то, что в них там находится, вам уже понравится. Давайте перейдем к выводу тогда, к выводной части. Часовая лекция про Гегеля уже сейчас будет закончена, да. Гегель важнейшая персона в истории философии, его влияние трудно переоценить, он воздействовал на многих мыслителей своего времени и после. После того, более того, его система является одной из наиболее сложных для понимания, ввиду с одной стороны своих колоссальных размеров, а другой лаконичности изложения. Об этом я говорил, да? В отличие от многих других мыслителей, Гегель довольно мало поясняет свои мысли и утверждения, что делает понимание его системы еще более трудным. Мы с вами попытались поверхностно рассмотреть его систему, исследуя два основных текста великого философа. Если хотите продолжить исследование, то я крайне рекомендую прочитать основные труды Гегеля и самостоятельно попробовать в них разобраться. Я попытался дать вам предварительное понимание, от которого вы можете отталкиваться при прочтении. Я буду действительно очень доволен, если это вам поможет. У Гегеля имеется строгая, серьезная система, последовательная. Одно переходит в другое не по логическим законам, а по диалектическим, условно говоря. Он вывел эти диалектические законы. Он интересен, как минимум, он как минимум интересен. Он как минимум интересен. То есть это не какой-то скучный философ, это не какой-то там дурачок. У него интересная система, она необычная. Она может вызвать у вас небольшой шок. Вы можете сказать, а как это доказать, там ко-ко-ко-ко-ко-ко. Да, где доказательства. Но именно важнейшее достижение Гегеля на пути его мышления, это, собственно, его новаторство в данном случае. Он предлагает нам условно способ. Один из способов, которым мы можем мыслить. Одно из направлений, куда мы можем двигаться. И игнорировать это направление, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, не очень правильно. Не очень правильно. Тем более, что Гегель повлиял практически на все, что только можно. Гегель очень влиятельный. Наверное, он не повлиял только на нитш. Ну, не только на нитш, а много на кого не повлиял. Но повлиял он на многих известных мыслителей. И поэтому расставаться с Георгом Вильгельевым Фридрихом Гегелем не рекомендуется так очень быстро и поспешно. Но определенные соображения... Спрашивают, Роман Иноземцев хорошо разбирается в Гегеле? Я не знаю, кто такой Роман Иноземцев. Учтите, да, поэтому я не буду ничего говорить про него. Вот. Соответственно, очень рекомендую вам данную лекцию. Она в укороченном виде подсказала, куда вам лучше смотреть, на что обращать внимание. Какие основные идеи у Гегеля есть? Принцип становления и рефлексия абсолютного духа, например, да? И немножко мы прошлись по феноменологии духа и другим каким-то более маленьким таким концептам, идеям. И более, что более важно, по самой структуре его книг. По Штирнеру лекция имеется, конечно. У меня есть лекция по Штирнеру, она есть везде. Можете искать. Вот. На этом часовая лекция по Гегелю подходит к концу. Задавайте ваши вопросы. Я с удовольствием вас послушаю. На этот раз вопросы, кстати, не выпали непосредственно на время лекции. Получилось так, что мы по времени отработали так, как нужно. Теперь давайте вопросы. Александр, а что лично вам нравится, не нравится философия Гегеля? Ну, мне больше всего нравится его сложность гегелианская. То есть, после прочтения... Ну, конечно, мне ниша больше нравится, если что. Сразу отвечу, да, ниша мне больше нравится. Но после прочтения вот «Науки логики», например, хорошего, основательного, я эту книжку месяц читал. Понятие без остановки, читал книгу месяц. Я редко читаю очень долго книги, но эта книжка, она заставила меня себя долго читать. Есть такие, знаете, исключительные книги, которые заставляют читать себя долго. Гегель сложный. Гегеля трудно понять. В Гегеле нужно долго разбираться. Притом, я прочитал, читал ее месяц, и я не думаю, что я разобрался прямо очень хорошо. И всегда остается, в общем-то, огромное количество всяких элементов, которые ты вроде бы не захватил и которые ты не понимаешь. Понять Гегеля очень трудно. Гегель – это испытание, скорее. И это мне в нем нравится. Не нравится? Ну, идеализм, соответственно. Ну, то есть, идеалистическая составляющая философии Гегеля, это, собственно, коренная его составляющая, она никак не подтверждена. Это, ну, такая вот интересная выдумка получается, которая в итоге преобразилась в материализм Маркса, и которая впоследствии стала диаматом еще, соответственно. Тоже интересная такая комбинация, такое комбо довольно странное. Вот. В принципе, в принципе, в принципе, Гегель, у Гегеля есть несколько очень глубоких, интересных мыслей, о которых мы говорили уже в этой лекции. Эти, те мысли, на которые я обращал бы внимание прежде всего. Такс. Спрашивают. Вот этот вопрос вроде бы по моей системе, да, понимаете, но я ничего не скажу. Наука ничего не объясняет. Видел это, видел. Будем еще третий раз. Будем третий раз смотреть или нет, Загдауман? Что Гегель говорит про роль воображения? Я уже, на самом деле, мало чего помню. А давайте откроем. Там есть один абзац про Гегеля у меня, непосредственно в моей работе. Сейчас попробуем открыть. Я, правда, не знаю, смогу ли я отыскать непосредственно Гегеля быстро. Такс. Основной целью первой главы, главы, антология, способность воображения, исторические трактовки, спонтанности. Сейчас. Я приблизительно представляю, где находится Гегель, феноменология спонтанных образов, что ли. Ну, где-то может быть здесь. Вряд ли нет, воображения, философии нет. Я что-то быстро ушел вперед, прошу прощения. Феноменология спонтанных образов, это перебор. Сейчас обязательно найду, ну, то есть это есть в моей работе, но я это досконально не помню, потому что акцента на Гегеля я не делал, когда исследовал эту проблему. Так, воображение и желание, конечно, раньше. Такс. Такс. Голосовкир. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Социальное воображение рановато. Научная деятельность. Дорофеев-Светлов. Соколова-Никитин. Сейчас я обязательно найду, это, ну, это хороший вопрос на самом деле. Но это воображение не является основной категорией Гегеля, поэтому с этим немножко сложнее. Я бы с удовольствием из памяти это достал, но у меня очень дырявая память, соответственно. Мне очень трудно что-то вспоминать. Особенно такие вот вещи. После Эммануила Канта Гегель в носеологическом отношении выделил три ступени представления. Припоминание, воображение и память. Это в очередной раз подтверждает то, что к воображению в большей мере относится как к носеологической способности, при том, в значимой для философии, что подтверждается словами или иной. Ну вот все, что про Гегеля есть, кстати. Это одна из ступеней представления. Соответственно, и она находится, вот, припоминание, воображение, память. Память это получается определенный синтез воображения и припоминания. Вот. Вот, как-то так. Соответственно, вот что с воображением у Гегеля. Такс. Ну ладно, друзья, в таком случае, если вопросов больше по Гегелю нет, мы можем заканчивать лекцию и переходить к просмотру видео. Если будут заказы, с удовольствием посмотрим. Так. Ну что. Не вижу вопросов. Ладно, тогда закрываем лекцию. Спасибо большое, друзья, что слушали. Остановить запись. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...